Ты кто такой? Звёздный лорд. Кто? Питер Квилл, для друзей Звёздный лорд. Сразу видно порядочного человека. Эх, не как сам Звёздный принц. Вообще Звёздный лорд. О, прости, лорд. Прикольное погоняло. Какое погоняло? Это мой псевдоним. Да ладно, брать. Погоняло и погоняло. Чё стесняться? Занятый. Всем привет. Знакомьтесь, это Крис Пратт. Популярный голливудский актёр. Мировую известность ему принесли фильмы, Стражи Галактики и Мир Юрского периода. Актёр женат на дочери Арнольда Шварценеггера и получает за съёмки в одном фильме, по 10 миллионов долларов. Сейчас его жизнь похожа на сказку, но было ли так всегда? Кристофер появился на свет в городе Верджиния, расположенном в штате Миннесота. Его мама Кэтлин Луиза Индал была продавщицей в сети супермаркетов Safeway, а отец Дэниел Клифтин Пратт работал на золотодобывающей шахте, а позднее стал строителем и реконструировал старинные здания. Крис стал младшим, из трёх детей в семье, у него есть брат и сестра. Впоследствии Праты переехали в штат Вашингтон, и будущий актёр вырос в городке Лейк Стивенс. В подростковом возрасте он очень увлёкся спортом, особенно вольной борьбой и даже занял пятое место на соревнованиях для старшеклассников, на которые съехались самые перспективные борцы со всех Соединённых Штатов. Благодаря спортивным успехам Крис Пратт был принят в колледж, но проучился он до середины первого семестра. Учёба оказалась для юноши настолько неинтересной, что он бросил вуз и устроился на работу билетёром в кинотеатре. Позднее парень подрабатывал охранником и даже стриптизёром, а в итоге оказался бездомным. Крис жил на пляже в палаточном городке вместе с такими же искателями приключений, как и сам. Он изредка подрабатывал на сдельной работе, но в основном проводил время в развлечениях. Однажды Пратт встретился с актрисой Рэй Дон Чонг, которая и привела 19-летнего парня на киностудию. Дебютировал Крис Пратт в американском сериале «Любовь вдовца», за которым последовал ряд других работ именно в телевизионных проектах. Только через 4 года актёр снялся в полнометражном фильме, в кинокомедии «Фривольная жизнь». Затем Крис должен был исполнить главную роль в фантастическом экшене Джеймса Кэмерона «Аватар». Но режиссёр в последний момент сделал выбор в пользу Сэма Уортингтона. Поэтому Пратт снимался вместо этого в мелодраме «Война невест», триллере «Тело Дженнифер» и гротескной комедии «Отвези меня домой». Очень необычны взаимоотношения Криса со своим весом. Дело в том, что ради спортивной драмы человек, который изменил всё, актёр похудел на 14 килограмм. Кстати, эта роль принесла ему большую известность. Затем в тот же год, для мелодрамы 10 лет спустя, Пратт набрал десяток лишних килограмм, а позднее вновь толстел по требованию режиссёра следующего проекта. Только перед съёмками экранизации комикса «Стражи Галактики», актёр нормализовал свой вес. Сегодня актёр весит 97 килограммов, при росте 189 сантиметров. Затем актёр снимался в двух фильмах, действие которых разворачивается в уже завоевавших популярность франшизах. В фантастическом боевике «Мир юрского периода», сюжет которого происходит в знаменитой вселенной Стивена Спилберга, Крис Пратт исполняет Оуэна, дрессировщика Велодца и Рапторов. А в ремейке легендарного вестерна «Великолепная семёрка», актёр сыграл роль Джоши Фарадея. Сюжет картины к японской легенде о семи самураях снял культовый японский режиссёр Акира Курасава в формате фильма, а знаменитый Джон Стерджис в 1960 году адаптировал под вестерн. Как и в легенде, семь главных героев встают на защиту городка от банды разбойников. Затем к творческой биографии Криса Пратта добавились съёмки в фантастической мелодраме «Пассажиры», в которой партнёршей актёра по съёмочной площадке стала Дженнифер Лоуренс. Несмотря на звёздную пару главных героев, фильм нельзя назвать прорывным. Критики отметили затянутый и часто наполненный штампами и банальностями сюжет. Но главной проблемой фильма стал идейный подтекст, который также подвергся критике. Личная жизнь. В 2004 году Крис Пратт встретился с канадской актрисой Эмили Ван Кэмп, и между ними пробежала искра. Молодые люди встречались более двух лет, но в итоге эти отношения зашли в тупик. Позднее на съёмках картины «Отвези меня домой» актёр познакомился с Анной Феррис. Их роман развивался бурно, и менее чем через год мужчина сделал возлюбленные предложения. Супруги прожили вместе 8 лет. В семье появился общий сын, которого назвали Джеком. Долгое время журналисты и поклонники называли союз Криса Пратта и его жены самым крепким в Голливуде. Забавно, но в семье есть ещё одна актриса. Кошка Кристофера по кличке Миссис Уайт снималась в детском фильме Стюарт Литтл в роли кота-снежка. Но даже такая семейная идиллия может внезапно закончиться. Летом 2017 года актёры шокировали поклонников этим известием. О разводе бывшая семейная пара сообщила открыто. Но причиной расставания ни Крис Пратт, ни Анна Феррис комментировать не стали. Первое упоминание развода появилось на официальной странице Анны Феррис в Инстаграме, но подписано было сразу двумя именами актёров. При этом там говорилось, что Феррис с Праттом давно хотели разойтись, но некоторое время поддерживали видимость семьи ради сына. Сегодня в творческой карьере Криса Пратта наступил период франшиз и возвращения к узнаваемым ролям. В 2017 году Крис снова появился на экранах в роли Звёздного Лорда в сиквеле «Стражей галактики». В новом фильме команда героев продолжает спасать мир и впутываться в странные ситуации, а также находит ответ на главный интересующий как героев, так и зрителей вопрос, кто же отец Звёздного Лорда. В 2018 году эта тенденция только продолжилась. Этот год принёс актёру сиквел мира юрского периода вместе с яркой ролью дрессировщика динозавров Уэна и ещё одно появление в роли Звёздного Лорда Питера Квилла, но уже не в очередных «Стражах галактики», а немного другой франшизе «Мстители. Война бесконечности». Обе вселенная, и «Мстители», и «Стражи галактики», принадлежат к экранизациям комиксов Марвел. Соответственно, имея на руках право на персонажей двух франшиз, компания не применула показать глобальное противостояние, в котором, чтобы противостоять великому злу космических масштабов, две команды супергероев объединяются на радость зрителям. Крис Пратт и Анна Феррис после развода продали свой семейный дом, где рос их единственный сын. Особняк в средиземноморском стиле ушёл с молотка почти за 5 миллионов долларов. Особняка экс-супруги приобрели в 2013 году за 3,3 миллиона долларов. Перед тем, как въехать, актёры сделали ремонт, чтобы их сыну было уютно. Двухэтажный дом площадью 436,6 квадратных метров может похвастаться высокими потолками с деревянными балками, арочными проёмами, окнами во всю стену и роскошными панелями из дуба. Долго после развода Крис Пратт не стал горевать и сразу же закрутил роман с молоденькой красавицей, да ещё и дочерью Арнольда Шварценеггера. 39-летний актёр предпочёл себе в пассии 28-летнюю Кэтрин, с которой очень часто попадает в объективы папарассы. Затем, Кэтрин Юнис официально стала женой Криса Пратта. Жених выставил в социальной сети Инстаграм пост, в котором он нежно признался в любви к своей избраннице и заявил, что безумно рад тому, что женился. Изначально возлюбленные планировали скрывать свои отношения как можно дольше. Но после того, как их дом окружили папарассы и пытались уловить хоть что-нибудь, они решили официально признаться в своей любви друг к другу. Руку и сердце Пратт попросил у родителей возлюбленной. Они были очень счастливы и дали своё согласие. Родители поздравили их с помолвкой и пожелали процветания молодым. Свадебная церемония прошла на Ранче Сан и Сидро в Монте-Сито, штат Калифорния. Крис написал в Инстаграм, что это был самый лучший день в их жизни. Они повенчались и дали друг другу клятву. Это было очень интимно, трогательно и эмоционально. Мы настолько счастливы, что готовы начать эту новую главу жизни и прожить её достойно, сказал актёр. Сейчас актёр продолжает активно сниматься в кино. Скоро мы увидим его в третьей части Стражей Галактики. Он, как и другие актёры Мстителей, участвует в благотворительности и посещает больных детей. Гонорары Криса достигли 10 миллионов долларов за фильм. А это довольно-таки неплохо. Напишите в комментарии, что вы думаете об этом актёре. И подходит ли он на роль Звёздного Лорда. Спасибо за просмотр этого видео. Будем благодарны за подписку на наш канал. С вами был, Шоу Блогер. До скорых встреч друзья.